Добрый день, дорогие друзья! Очень рад всех сегодня видеть здесь. Такое ощущение, что каждый год примерно удваивается число людей, которые собираются в этом холле на нашу презентацию. Конечно, очень здорово, всех приветствую, рад всех видеть. Сегодня мы поговорим о том, кто такой современный программист, какие знания нужны, чтобы стать успешным в этой профессии, и посмотрим на истории наших студентов. Успешно. Меня зовут Илья Бычков, я являюсь, несколько позиций вышки занимаю, являюсь доцентом, кандидатом наук, научным сотрудником лаборатории алгоритмов технологий и анализ сетевых структур, там мы занимаемся наукой, являюсь академическим руководителем программной инженерии и также являюсь лектором, то есть читаю часть курсов по компьютерным наукам. На самом деле я тоже являюсь студентом вышки, где-то тринадцать лет назад я поступил сюда на первый набор программной инженерии, и на самом деле я не совсем поступил, мне не хватило целого балла, был вынужден обучаться на коммерческой основе, но в итоге обучение завершил и, насколько могу судить, успешную весьма карьеру построил. За все это время я понял, что программирование информационной технологии это потрясающе творческая профессия, которая открывает очень большие возможности, и сегодня я попробую с вами поделиться этим опытом через призму представления нашей программы. Для начала давайте подумаем, вообще нужны ли сейчас программисты. Часто приходится слышать некоторое мнение, что программистов слишком много, что они как экономисты и юристы десять лет назад сейчас много выучим, и потом они будут никому не нужны. Давайте попробуем разобраться, так ли это. Если мы с вами посмотрим на человека, например, сто лет назад, какие у него были потребности? Ну, наверное, хотелось там чего-то вкусного поесть, как-то красиво одеться. В этом плане, конечно, современные люди практически не отличаются от своих предшественников, но, как вы знаете, у нас появилось много других потребностей. Нам теперь с вами хочется общаться больше, удобно общаться. И в целом сейчас мы потребляем гораздо больше продуктов, связанных с информационными технологиями, чего-то, что нельзя потрогать руками, но при этом для нас это очень важно и стало частью нашей обычной жизни. И эта тенденция, как мы видим, с каждым годом усиливается. Сложно было представить, например, что десять лет назад мне было сложно представить, что я буду покупать какие-то приложения для телефона, пользоваться какими-то продуктами. Сейчас это в порядке вещей, и эта тенденция только усиливается, конечно. Помимо этого, информационные технологии, безусловно, проникли в каждую сферу нашей жизни, и сейчас мы все слышим о умных домах, о полетах в космос, о каких-то вычислениях, которые связаны с этим. Это все очень популярно, и, конечно, это тоже развивается очень активно. Помимо этого, информационные технологии породили очень много смежных наук, междисциплинарных, например, биоинформатика, где программисты и биологи совместно пытаются продвинуть человечество на новый, скажем так, этап эволюции. Все вот эти компоненты, которые я перечислил, они, в общем, наверное, достаточно однозначно нам дают понять, что, скорее всего, программистов нужно будет даже еще больше, и есть смысл этим заниматься. Несколько цифр. По данным Министерства цифрового развития массовых коммуникаций в России на текущий момент, в 2021 год, не хватает от 500 тысяч до миллиона специалистов, связанных с информационными технологиями, в то время как в вузах в нашей стране порядка 80 тысяч выпускается каждый год. То есть можно измерить, сколько нам не хватает, и это только на текущий момент. Скорее всего, этот спрос еще увеличится. Что касается зарубежной статистики, там примерно так же обстоят дела. Это статистика по Америке, по разным подсчетам, вот в данном исследовании оказывается, что порядка в три раза различается спрос на специалистов по IT-технологиям и текущее предложение, скажем так, те, кто выпускается по программам компьютер-сайенса за рубежом. Все это дает нам с вами понять, что, скорее всего, программисты будут востребованы в будущем и, в общем, достаточно перспективная профессия. Теперь давайте посмотрим, а чем же программисты занимаются в современной. Ну, мы понимаем, что программисты, наверное, пишут какие-то программы. На самом деле здесь тоже есть много деталей, которые интересно было бы знать. Например, программисты на самом деле не только пишут какой-то код, и вообще создание программного продукта – это сложный достаточно процесс, итеративный, имеющий много этапов, и мы сейчас коротко на них посмотрим, чтобы понимать, отчего же там люди делают, помимо того, что пишут какие-то команды. Ну, это такая небольшая диаграммка, я немножко прокомментирую в ней. Как вот, например, вы в школе запускаете, пишете программу. Что-то написали, нажали треугольничек, все заработало, на экране выявился Hello World или что-нибудь красивое. На самом деле в реальной жизни большие продукты разрабатываются немного иначе. Как правило, это не один человек, а команда из разработчиков. Когда есть команда, вам нужно как-то согласовывать, кто меняет что, кто пишет в этом файле, кто в этом. Надо согласовывать, как это все собрать. То есть те слова, которые мы пишем в нашем редакторе кода, конечно, не могут быть компьютером интерпретированы как есть, поэтому нужны определенные системы, которые берут код на языке программирования и превращают его в язык понятной машины. То есть собирать из наших исходных кодов приложение или какую-то программу, совместно ее разрабатывать в команде достаточно тяжело. Поэтому программисты придумали целый набор различных вещей, которые помогают делать. Более того, любое приложение должно быть качественным. Пользователи сейчас пошли достаточно капризные. И качество, конечно, очень важно, не должно быть никаких ошибок. Поэтому есть еще целая сфера, которая занимается тестированием программных продуктов, то есть проверкой на то, что они выполняют свои функции и при этом не выполняют каких-то нехороших функций. Все вот это и есть занятие современного программиста, вопреки мнению, что программист может только писать код. На самом деле сейчас это все немного сложнее. Конечно, чтобы этим всем заниматься, нужны соответствующие знания. И сейчас интернет породил много различных сервисов, где можно эти знания получить. У таких сервисов есть определенный недостаток. Обычно это короткие курсы, и они, как правило, не дают фундаментальных знаний, а дают именно практические знания, которые позволяют вам получить результат прямо сейчас. Вообще проблема IT-образования заключается в том, что курсы очень часто устаревают, поскольку сама сфера очень динамическая, и в том, что обычно не хватает каких-то фундаментальных знаний, которые позволили бы вам постоянно приспосабливаться к этой изменяющейся области. У нас-то в программной инженерии все обучение состоит из трех условно блоков. Это IT-блок, математика и гуманитарный блок. Что касается IT-блока, есть там базовые дисциплины. Это, например, алгоритм структуры данных, программирование операционной системы, база данных. Дополнительные – это искусственный интеллект, архитектура, сети безопасности, мобильная разработка. Это, конечно, не все области. Я выделил основные такие, которые могут быть интересны. И современная программная инженерия – это контроль версии, анализ интерфейсов, тестирование и инфраструктура. Что касается математики, мы, конечно, имеем базовый блок математики. Это дискретная математика, математический анализ, линейные алгоритмы, теории вероятностей. Эти дисциплины, безусловно, нужны, даже если вы программист, потому что, конечно, они являются неотъемлемой частью каждого высшего образования. И, например, полезны в таких сферах, как искусственный интеллект и машинообучение. Гуманитарный блок у нас состоит из нескольких предметов по выбору. Это диктуется нашим образовательным стандартам и много времени также уделяется английскому языку, поскольку английский в IT – это одна из основных дисципли. Наши выпускники работают в разных компаниях. Здесь представлены, наверное, самые хорошо известные. И это не просто слова. У нас есть люди в Google, действительно, в Intel, само собой, потому что в Нижнем Новгороде один офис разработки на всю Европу, ну, на всю Россию точно, компания Intel и в других компаниях тоже. Помимо курсов, надо понимать, что обучение программистов строится еще и на других активностях, которые тоже очень важны. Это проекты, это совместные события с сообществами и соревнованиями. Ну, вот здесь есть примеры фотографий. Это как раз наши ребята на воркшопе по Flutter, такой технологии. Там создаются мобильные приложения прямо сейчас практически. Вот метап на языке Go. Тоже тут ребята разрабатывают собственные продукты. Мы участвуем в соревнованиях, побеждаем. Здесь вот две картинки. Одна – Нижегородский Катон, вторая – Московский, где мы заняли первое-второе место. На самом деле есть еще, но просто их уже достаточно много. Мы поддерживаем олимпиадное движение. Два года подряд уже занимаем, не занимаем, а выходим в полуфинал студенческого чемпионата мира по программированию, пока до финала, к сожалению, не смогли дойти. Ну, и истории наших студентов успешных. Это вот Роман, один из наших самых успешных студентов. Хорошо. Ну, вот я тогда покажу приложение. Там я должен был сказать про Google, что он ездил там в Париж, и все прекрасно. Здесь приложение. Вот мы ориентируем людей на то, чтобы они создавали свои приложения, продукты, одни или в команде, чтобы внести некоторый вклад в развитие области. Вот это одно из приложений. Можно зайти, посмотреть, что оно делает. Времени у меня же, видимо, нет. Также есть еще и научная часть. Вот это пример научной работы по нейронным сетям. Тоже, если что, могу ссылку скинуть. Спасибо за внимание. Немножко я задержал вас. В заключение хочу сказать еще одно предложение, что IT-область, конечно, сейчас – это драйвер вообще всего нашего общества. Обязательно приходите, занимайтесь программированием и математикой. И я верю, что, возможно, когда-то мы вас услышим в контексте того, что кто-то будет создавать потрясающие продукты, которые помогут вам и миру, и все будет хорошо. Спасибо. Спасибо.